Старый дуб расположился на улице Пушкинской, напротив областного драматического театра. И если верить легендам, его видел сам Пушкин во время своего визита в наш город в 1833 году. Дерево располагалось недалеко от дома Дали. В один из вечеров он принимал у себя Александра Сергеевича. По рассказам очевидцев, об этом визите узнали некие дамы. Они захотели взглянуть на поэта и избрали для этого необычный путь. Рассказывают якобы очевидцы, что поскольку окна находились в гостиной очень высоко, им было земли не видно, и самые отчаянные, самые смелые дамы вскарабкались на ветви дерева, которое росло под окнами гостиной, и оттуда смотрели на Пушкина. Вот такое яркое историческое событие стоит за внушительным возрастом этого дуба. И в этом его долгожительстве состоит удивительная и притягательная сила. По своему возрасту, по обхвату ствола, говорит нам о том, что он очень старый. И, скорее всего, он был свидетелем этих событий. И поскольку известно, что дом Дали был окружен садом, то, скорее всего, этот дуб из сада Владимира Ивановича Дали. Так что этот дуб, скорее всего, видела Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня это старовозрастное дерево особо нуждается в человеческом участии. Гниль пошла по дереву на высоту до 7 метров. Поэтому вылечить его практически невозможно. Это окончательный вывод. И сделали его оренбургские специалисты по защите леса. Они изучили санитарное состояние дерева и дали неутешительные прогнозы. Так как были в наличии на нижней части ствола плодовые тела серно-желтого трудовика и в верхней части на ветвях плодовые тела чешуйчатого трудовика, то на основании вот этих двух плодовых тел мы определили, что дуб уже поражен гнилью. Мы пришли к выводу, что этот дуб уже как бы находится в крайне неблагоприятном санитарном состоянии. В ближайшее время в связи с налипанием мокрого снега или же сильные ураганы, когда при сильном ветре достаточно будет порывистым в ветре воздействие на этот дуб, дуб может, к сожалению, сломаться. То, что пушкинский дуб в Оренбурге необходимо сохранить и продлить его жизнь, не оставляет сомнения. Ученые дали рекомендации коммунальщикам, а они, хочется верить, оправдают наши ожидания. Елена Давыдова, Виктор Яковлев, Новости дня.